Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. Исламская семья. Каким образом должен обеспечивать муж свою жену и детей? В радиоэфире только самые актуальные темы. И так уже больше десяти лет. Передачи Таибы Асадулаевой слушатель ждет с нетерпением. А она, экономист по образованию, попала на радио совершенно случайно. Пришла просто. Просила, могу ли я попробовать. Меня взяли. То есть без образования. Ну, хочу сказать, что мне кажется, на тот момент всем было интересно вот этот голос приемника. А как это? Таиба и не думала, что работа на радио Ваттан настолько изменит ее мировоззрение и жизнь. Она покрылась и стала соблюдать каноны ислама. Я увидела красоту в исламе непосредственно через проекты, через передачи, куда были приглашены алимы. И для меня определенным переворотом было то, что ислам – это образ жизни. Это не какие-то ограничения. Если я раньше слышала, что в исламе это нельзя, то нельзя, я поняла, что ислам – это огромные возможности. Вместе с мужем Таиба совершила паломничество к святым местам – Мекку и Медину. Хадж еще больше преобразил ее. Я думаю, тот, кто в исламе, он, конечно, мечтает попасть в хадж. И так получилось, я тянулась, я мечтала. И по воле Всевышнего я попала в хадж, выиграв благотворительную путевку. Вот мне чего-то не хватало, я это чувствовала. Ну и попав в хадж, я, конечно, обрела эту полноту, вернувшись сюда. Банально сказать, что ты возвращаешься другим человеком, но после хаджа у меня происходили еще большие перемены в лучшую сторону. Но голос Таибы Асадулаевой можно услышать не только по радио. В русской версии популярного турецкого сериала «Эрту Урул» она озвучивает все женские роли. Дубляж стал еще одним любимым делом мусульманки. Всем показала, что из себя представляет жена Бея, прекрасная невестка. Случайно к нам на радио пришел человек, спросил меня и попросил озвучить там отдельный сюжет для анонса фильма. Это был индонезийский фильм, назывался «Стихи любви», где я впервые себя попробовала. Ну а потом заказы поступали, и я с удовольствием озвучивала фильм «Эртегрул», который очень многим нравится, женские голоса этого фильма. У меня была возможность немножечко войти в образ любимой героини. То есть такой увлекательный процесс, надо сказать, что мне это нравится. Неотъемлемая часть ее жизни – благотворительная деятельность. Мусульманка также работает в фонде «Вакиль», который помогает вдовам и сиротам. На определенный срок берутся определенное количество семей, и в течение года решаются все проблемы этой семьи. Как мы говорим внутри фонда, из статуса нуждающихся мы стараем их вывести в статус самостоятельных. Подарено семьям около пяти квартир, два дома построенных. Большое внимание мы уделяем детям именно развитию, дополнительное образование. Накопив большой опыт, мусульманка решила обучать детей самостоятельно. Открыла собственную школу радио и уже выпустила не одну смену юных радиоведущих. Так получилось, что в какой-то период мне захотелось, чтобы эта школа больше несла социальный характер. Учитывая, что мы в благотворительном фонде «Вакиль» занимаемся именно с сиротами, то есть не было вопросов, конечно, что дети будут обучаться в моей школе бесплатно. Я постараюсь принимать участие в их развитии дополнительном. То есть все, что я могу, я готова была передать. Таиба – счастливая мама и любимая жена. Вместе с мужем они воспитывают двоих сыновей. Конечно, это поддержка мужа, это поддержка детей, это поддержка родителей мужа, которые изначально видели, что мне это нравится. В данном случае я просто могу вырасти огромную благодарность за понимание и поддержку. Это в большей степени их заслуга. Успешная и счастливая мусульманка. И таких женщин в Дагестане большинство. Таиба обрела и семейное счастье. И смогла реализовать себя в любимом деле. Всем этим, говорит она, ее одарил Всевышний. Субтитры создавал DimaTorzok